Спонсор сегодняшнего ролика группа ВКонтакте Фришардс. Здесь вы найдете множество нарезок лучших моментов топовых стримеров, актуальные новости о том, что происходит в мире L2, а также другую полезную информацию. И если вы активный игрок или просто любите L2, то вам однозначно придется по вкусу данная группа. Переходи по ссылке в описании и вступай в сообщество людей, таких же, как и ты. Привет! С вами снова Максим и большое вам спасибо за поддержку моего первого ролика на канале Вайда. Мы были очень приятно удивлены результатом, и, как я обещал, у меня есть кое-какой интересный материал, касающийся будущего L2, но об этом будет в конце ролика. Как вы поняли, я люблю делать ролики на тему взаимодействия людей в игре, и новое видео посвящено рандомным пачкам. Тема эта больше относится к ПТС-серверам с небольшими рейтами, где обстоятельства более суровые и заставляют игроков больше кооперироваться друг с другом. И это просто ад. Уж поверьте, господа, славные моменты будут. Все начинается примерно уровне на 55-61, когда опыт спомов начинает заметно замедляться. Тут у нас в основном на выбор три групповых инстанса – Камалоко, Лабиринт и Маленький Закин. Камалоко проходится маленькой группой. Четыре человека вполне хватит, да и само прохождение элементарно. Все способы обхода хитрых корейских РБ давно известны. А вот Лабиринт даже в 2018 году многим до сих пор не покорился. Но если напомнить ребятам, как проходится первая комната, и что за столб лучше не выходить, то в принципе все проходится легко. Но Закин будет уже испытанием посложнее. Каждый из твоих бравых бойцов посчитает своим долгом пойти и найти РБ первым, вместо того, чтобы придерживаться плана или хотя бы держаться рядом с группой. В итоге к тому моменту, как вы найдете Закина, часть группы потеряется. Другая пойдет их искать и тоже потеряется. Какие-нибудь два типара засрутся и начнут влудить в пати-чат, кто-то вылетит, а вы начнете быть слабо видны в инфракрасном спектре. Когда вы чудом начнете все вместе бить того самого РБ, хилы обязательно будут стоять неподалеку, подставляя под Закина не только свои нежные тела, но и вкусную манну. Кто-нибудь вдруг осознает существенность бытия и начнет кастовать свое, побуждая всех перестать фармить Закина и устроить рейд на его мамку в чате. У нас что, батареи заработали? Ну да ладно, опыта с этого РБ все равно нет, да и блес, серьга тоже по большому счету фантастика. Следующая наша групповая локация — это древнее поле битвы. Мобы бьют больно, херба с маной и хп не падают, так что открывай пояс группы и ищи себе помощников. И обязательно возьми того паренька без масс скиллов и пики, потому что если он просится к тебе в группу, то он точно что-то знает. Начнем качаться. ДД встанет, Беша убивают, и ее вместо Реса на панели поставил поцелуй Евы. Второй ДД даже не трогает мобов, чтобы тоже не лечь. Пачка, собранная за 20 минут, растворяется быстрее, чем твой мозг от онлайн-игр. Остается только тот парень, который все еще что-то знает. Собираешь следующую пачку, качаетесь. Вроде бы ребята уже получше. Постепенно, заменяя уходящих членов группы новыми, потихоньку вкачиваешься, но имеешь неосторожность увезти у какого-то соло-берса парик мобов, который он первый увидел. Тот, считая, что тут не обойтись без скромной мести, станет под париком хиллов, твой пак падает, и за ним наш радостный отомститель Берс. Так как больше одного парика сам не вывозит. Стой, твою мать! Походу, вентилятор надо принести. Спустя какое-то время решаешь пойти в тое на подходящий по уровню этаж, но тут все совсем весело. Свежие сопартийцы, даже не дойдя до тебя, путают этаж, падают от мобов, решают забить на С2 и вернуться в реальную жизнь. С теми, кому как и тебе возвращаться некуда, качаешься до тех пор, пока хилл не лагает, уронив всю пати и не упадет сам. Еще раз преодолеть весь этот путь к месту кача не в наших силах. Крайне легко делать третью профу. Удивляюсь, почему в соло и без пати это было так легко и быстро. Наверное, просто повезло, ведь L2-то игра коллективная. Перед тобой открывают свою горячую пещерку Фог. И это уже серьезный вызов, но ничего, с группой игроков все кажется легким. Спустя много часов увлекательного геймплея, связанного с поиском спота, многократных походов к нему после смерти, бесчисленных попыток встать на кач и огромного числа смененных сопартийцев после их резкого ухода в реал, получив взамен нервных клеток мозга немного опыта и подняв температуру в Фоге еще на несколько градусов, решаешь пойти и найти себе другие развлечения. Время сходить на близнецов. После открытия поиска группы начинаешь чувствовать себя магнитом для всех ДД 79 уровня с ашными пухами. Собранная группа доходит до места захода в инстанс сразу как только понимает, что вплавь до грации не добраться. После входа и бафа в каждой комнате одна и та же картина. ДД бьют без ассиста, хилы леталят мобов на последних хп, а ты, всматриваясь в текстуры, постепенно понимаешь, где находишься. Дойдя до РБ вы разрабатываете план, но потом быстро понимаете, что дальтоник танк, несмотря на 50% вероятность успеха, все-таки проваливается. Хилы, потратившие всю руду на летала, в основном хилят, разбрасывая зелье здоровья, а ДД, чтобы окончательно не зафейлиться, пробуют наносить урон, используя пати-чат. Но получаются только маты. Твой плащ начинает леть чуть ниже пояса посередине. Решаешь опять собрать пати в лабу, на этот раз в 83-ю. Битрейт с Амонера уже не работает, это сразу отсеивает 10 человек, которые считают это багом и тоже уходят в реал. Но после того, как ты объясняешь всем, как это проходить, и напоминаешь, что за столб все еще выходить не надо, все тут же получается без проблем. Так же, как и Закин, на которого ребята уже научились ходить, но набирающую мощность термическую реакцию в тебе уже не остановить. Собираешь группу на фарм пиявок и долго объясняешь многочисленным магам, что несмотря на то, что их флешка не наносит атрибутный дамаг и вкачана аж на плюс 12, с валькой в руках ты их все равно никуда не возьмешь. На что они отвечают, что тогда вынуждены дальше пойти фармить круг. Ну а ты пробуешь фармить других мобов в ДВ, но скорпионы оказывают на тебя воздействие сравнимое разве что только с русским рэпом, ассасины в момент появления из дракосов перегружают компьютеры большинства сопартийцев, кристальные драконы держат в параличе всю пати, пока СВС и бишматерятся в чат и не понимают, чего от них хотят, ну а мобы на кругу уже заняты теми самыми магами с вальками. Пробуешь идти на фрею, и в процессе сбора замечаешь, что атрибут атаки огонь, хоть пуху у тебя и на землю. Пока объясняешь всем, что такое ядра, и как, когда, и в какой очередности их использовать, пати разваливается, не сумев питать такое количество информации. Собираешь и объясняешь по новой, но после захода понимаешь, что информацию ребята приняли плохо, однако из-за растущего атрибута огня в пухе фрея все же удается зафармить. Пробуешь собрать пати на кариков, однако в процессе понимаешь, что атрибут в пухе, дойдя до критической отметки, резко вырос, и карики просто сгорают, если находятся на расстоянии менее 10 метров. Оказывается, что в соло фармить легче. Как и обещал, в конце видео немного расскажу о том, как можно было бы оживить L2. По сути, это просто идея нового проекта. Обратите внимание, это никакая не реклама, это просто идея, которая на сегодняшний день находится исключительно у меня в голове. Если кратко, то очень было бы круто, если бы появился сервер. На платформе PTS хроники Hi5 с маленькими рейтами, с небольшими изменениями для удобства игроков, свободной биржей предметов прямо на сайте проекта с комиссией меньше, чем на фанпее. И зацикленной экономикой, в которой вся прибыль будет идти на выплату денег игрокам за игровые достижения. В общем, некий RAW 2.0 с нормальной администрацией. Я собираюсь делать цикл роликов на своем канале, где я подробно объясню каждую мелочь. Но самая главная задача наша в том, чтобы объединиться. Ведь если мы сформируем достойное игровое комьюнити, то для этого комьюнити будет и хороший достойный сервер. Большое спасибо, что досмотрел ролик до конца. И у меня небольшая просьба к тебе. Давай так и сделаем все по-честному. Лайки выпрашивать я совершенно не хочу, поэтому давайте сделаем по-другому. Если вам понравилась работа, поставьте соответствующий знак, а в любом ином случае поставьте дис. Ну и, конечно же, подписывайтесь на этот канал и на мой.